здравствуйте дорогие друзья подписчики нашего канала христос посреди нас вот мы встретились с вами читать святое евангелие сегодня мы будем с вами продолжать читать 8 главу от луки нам предстоит прочитать два зачала 37 и 38 это стихи 22 по 40 напоминаю что мы читаем по церковнославянский и если вам пока что трудно понимать этот язык на слух вы можете открыть текст евангелия по-русски и следить за нами и бысть воедин от дней то и влезе в корабль и ученицы его и рече к ним приедем на он пол езера и поедоша идущим же им успе и сниди буря ветреная в езеро и и скончавахуся и в беде беху и преступлюше воздвигоша его глаголище наставниче наставниче погибаем он же восстав запрети ветру и волнению водному и у легоста и бысть тишина речи же им где есть вера ваша убоявшийся же чудишися глаголище друг ко другу кто у бы сей есть я кое ветром повелевает и воде и послушают его не знаю как у вас у меня это наверное самое любимое место в евангелии вот это описание украшение господом бури но давайте разбираться по порядку как всегда начнем мы с вами с того где же именно это буря происходило происходило она на море галилейском вот сейчас в отражении окна вы видите за мной тучи у нас надвигается на иерусалим буря очень может быть что к тому моменту когда эта передача наша с вами выйдет в эфир на канале моем ютьюбе уже у нас будет проливной дождь и ветер погоды в израиле довольно переменчиво тем более она переменчива в галилеи и особенно там где галилейское море объясню почему галилейское море находится в сирийско африканском разломе это такой как бы огромный природный коридор длинная такая долина идущая с севера на юг страны а там глубоко под землей та самая трещина сирийско-африканский разлом где две тектонических плиты да то есть тектоническая плита вернее наш раскололась на двое на евразию африку и вот на земной поверхности этот разлом это долина долина довольно глубокое галилейское море находится на отметке минус 202 метра то есть на 202 метра ниже чем средиземное море с обеих сторон горы соответственно с востока это предгорья голландских высот а с запада это арбельские горы само же галилейское море вы наверное помните я уже не раз рассказывала это большое для нас большое до пресноводное озеро и соответственно расположено но в таком вот коридоре как вы теперь поняли и в коридорах бывают сквозняки соответственно шквальные ветра даже летом бывают на галилейском море при том при довольно спокойной погоде вдруг могут налетать шквалики а уж про зиму и говорить нечего зимой бывают и бури настоящие сильный порывистый ветер и поскольку апостолы перемещались по этому морю в общем-то в небольшой парусной лодке то конечно опасность была очень очень реальной лодку могло легко просто перевернуть и они оказались бы в холодной воде и еще это было и холодное время года зима да то есть неизвестно как выбраться и до берега в общем-то довольно далеко ну конечно 9 километров ширина до галилейского моря но все-таки это порядочно опасность была действительно было и вот что интересно мы видим что христос не просыпается сам во время бури святитель феофилакт болгарский толкователь наш с вами евангелие да на который мы все время на который мы все время ссылаемся видит в этом педагогический момент он говорит господь решил дать ученикам испытания как бы урок для их веры и что же получается если бы они как он говорит были бы совершенными они бы не стали кричать наставник спаси нас погибаем они бы знали что он погибнуть им не попустит но они устрашились да и вера их еще не была достаточно крепкой и они завопили и тоже это все было не без промысла божьего потому что господь просыпается и укращает ветер и укращает бурю делается великая тишина и покой и апостолы получают урок урок того что никогда не нужно бояться искушений и испытаний они посылаются богом господь прекрасно о происходящем знает и посылает их нам для упражнения духовного для испытания нашей веры вот так толкует нам феофилакт болгарский кроме того здесь есть конечно и переносный символический смысл потому что сильный порывистый ветер это вот именно тот способ которым обычно находит на нас искушение они как правило врываются в нашу жизнь враг атакует нас обычно именно с той стороны где мы меньше всего ждем где мы меньше всего готовы то что мы как правило не особо за своей духовной жизнью и своими слабыми местами внимательно следим до свои слабые места не знаем и поэтому враг и атакует всегда неожиданно как и шквальный ветер на галилейском море и вот эти воды которые поднялись это вообще образ ветхозаветный вот библейский совершенно воды это образ скорби искушение бывают разные да вот искушение скорбями это как раз очень подходит здесь образ поднявшейся воды помните в псалтире у царя давида давида воды взыдуши до души моей да то есть вот ощущение что человек просто тонет от скорби от тяготы которую враг на него налагает и вот тут мы конечно вопим к богу хотя и знаем что он не попустит но мы вопим и просим о помощи взываем как апостолы господь нам говорит ну что ты испугался маловерный я с тобой я рядом я помогу и если суждено быть какому-то испытанию и искушению то господь в нем и не оставит потому что все от него все посылается от него вот так нам толкуют с вами святые отцы и дальше мы с вами переходим к следующему зачалу оно будет о гадаринском бесноватом сейчас мы с вами почитаем потом я вам расскажу и приедуша во страну гадаринскую я же есть об он пол галилеи и сшедшу же ему на землю среди его муж некий от града и же имяши бесы от лет многих и в ризу не оболчашеся и во храме не живяше но во гробях узрев же иисуса и возопив припаде к нему и глазом велием рече что мне и тебе иисусе сыне бога вышнега молюся ти не мучи мене повеле оба духове нечистому из эти от человека от мног бу лет восхищаше его и везаху его узы железны и пут и стригущий его и растерзая узы гоним бы ваше бесам сквозе пустыни вопроси же его иисус глаголя чтете есть имя он же рече легион яку бесим нози внедоша вонь и маляху его да не повелит им в бездну идти бежит у стаду свиней много пасома в горе и маляху его да повелит им в ты в нити и повеле им исшедши же беси от человека внедоша во свинья и устремися стаду по брегу в езеро и и ступе видевши же пасущие бывшие бежаше и возвестиши в ограде и в селях изыдоши же видите бывшие и приедоши к иисусови и обретоши человека сидящие из него же беси изыдоша оболченно и смысляща при ногу иисусову и убояшися возвестиши же им видевши яко как у спасеси бесновавы и моли его весь народ страны гадаринске от эти от них яко страхом вели им одержими беху он же влез в корабль возвратиси моляшися же ему муж из него же изыдоши беси дабы с ним был отпусти же его иисус глаголя возвратиси в дом твой и поведай еликати сотвори бог и иди по всему граду проповеды елика сотвори ему иисус когда мы возвращаемся с паломниками обычно после путешествия по галилее большого длинного который занимает целый-целый день с раннего утра до поздней ночи мы с нашим водителем саидом отту нам любим возить людей вокруг галилейского моря на обратном пути то есть мы от капернаума едем не через тверю а едем вокруг и показываем место где произошло исцеление гадаринского бесноватого там есть конечно археологический парк но по времени мы в него просто физически никогда не успеваем он работает только до 4 30 а мы обычно там едем уже где-то в 6 даже пол седьмого иногда и вот я всегда из окна автобуса показываем и останавливаемся дали даем людям посмотреть сфотографировать я рассказываю немножко так вот что это за место им кто такой гадаринский бесноватый почему гадаринский место это это склон голландских высот вернее предгорье голландских высот в котором много-много погребальных пещер у нас пещеры природные вы уже знаете в них древности погребали и вот этот несчастный человек был родом из города гадара ученые нашли археологи город гадара если верить им то находится он в иордании в принципе гораздо южнее чем место исцеления гадаринского бесноватого но как считают его бесы из его родного города гнали и пригнали вот сюда к нам в галилею где он и поселился в одном из гробов при том что интересно у других евангелистов описывающих это событие у одного из них вернее по моему матфея говорится о том что было два бесноватых и здесь святые отцы объясняют так что возможно поскольку все-таки двое евангелистов говорят об одном бесноватым и только один описывает говорит что их было два то либо здесь иносказательный смысл что как бы он и бесы которые в нем обитали а бесов был целый легион и а бесы же живое существо да либо другое объяснение что он являлся людям то как один то как двое потому что бесы устраивает такое шоу как бы да люди даже не знали сколько точно бесноватого в пещере живет кто-то путники ведь для одного другие горели нет их там два и третий вариант что действительно было двое и что они настолько вместе видимо какие-то грехи творили в свое время и вместе были одержимы бесами настолько они тесно жили друг с другом что составляли уже как одного человека но это объяснение мне немножко менее кажется логичным не знаю как вам мне все-таки больше вот как-то понятнее что он являлся бесы так делали что они являлись в его образе тоже то есть люди видели например у пещеры одного на дороге он же стоит да то есть так пугали путали людей это мне кажется более вероятным но у святых отцов нет четкого мнения есть просто разные как бы версии да они сами говорят может быть возможно то есть мы не знаем вот будем говорить об одном бесноватом как сейчас у луки и вот его пригнали бесы к нам и он жил здесь в пещере и выходил на дорогу пугал людей и вот господь прибывает наверное тоже специально с намерением исцелить этого несчастного и показать знамение пастухам поблизости действительно были пастухи которые как мы читаем после стада свиней все из вас почитали ветхий завет очень сильно удивятся скажет подождите какие же свиньи когда там жил народ еврейский евреи израиль а им же запрещено категорически есть свинину вот делает тут так как считают некоторые библиисты а что эти пастухи пасли свиней для язычников недалеко южнее и как бы восточнее голландских высот начиналось десятиграде эллинское 10 греческих языческих городов вот туда то и могли поставлять свинину эти пастухи таким образом они как бы нарушали заповедь не нарушая заповедь ну как например да вот я не знаю может быть плохой пример но можно тогда сказать но например если бы православная женщина верующая церковная устроилась работать секретаршей в ночной клуб ну как бы да ну вроде как она сама то там вот этим не занимается но тем не менее на имеет к этому отношения да она организовывать на там гостям приглашения рассылает она там артистов нужных всяких стриптизов вызывает да ну вроде как она же не сама это делать на просто там работает в офисе вот это примерно точно так же да то есть они же сами может быть и не ели эту свинину но они ее пасли выращивали продавали а это запрещено да им было запрещено даже прикасаться к нечистому животному а может они сами даже и ели мы этого не знаем это не сказано в любом случае они и их хозяева шли на такой скажем ну как бы бизнес компромисс ради достижения прибыли и вот господь видимо и им хотел показать знамение но и нам конечно какое сейчас расскажу вот бесноватый признается что в нем легион бесов говорит даже не он говорят уже сами бесы легий он если верить бесам то это 4800 духов потому что легион это 4800 солдат римский легион возможно здесь имеется ввиду легион как синоним слова много да и вот господь повелевает им выйти и они раз не удалось им погубить человека хотят погубить хоть какое-нибудь творение божие и просит разрешение войти в свиней и господь попускает им для назидания свиньи устремляются в море в галилейское озеро и тонут господь показывает видите чего на самом деле хотят духи нечистые они хотят погибели хотя сперва пригла предлагают человеку что-то очень доброе удовольствие прибыль хорошее настроение до позитивные эмоции но если это идет в разрез заповедями божьими то обернется потом гибелью и вот здесь господь и дает урок и этим пастухам пастухи же поняли по-своему они бегут в страхе к своим хозяевам оправдаться это не мы погубили 2000 свиней стада это не мы не досмотрели это пришел с того берега иисус пророк и это он сделал выбегают жители той деревни хозяева этих пастухов и они тоже в ужасе здесь вообще вопрос может быть вся деревня занималась этим бизнесом поставляя свиней грекам не знаем да мы с вами об этом но так намек на это есть и что они говорят они не падают к ногам христа они не удивляются великому чуду которое он сотворил они понимают у нас еще свиньи дома есть может он сейчас всех свиней потопит вы спросите почему они так думают да потому что они поняли намек его они поняли что им известен их грех что они занимаются тем делом которые им по закону их религиозному не положено по закону божьему это считается грехом для евреев прикасаться к свинине выращивать свинину а как сказать да держать ее вот такое установление правильное неправильное почему это другой вопрос сейчас вообще я говорю в принципе да вот заповедь и соответственно они понимают он нас раскусил расколол сейчас всех свиней перетопит они говорят уйди из пределов наших знали тебя из не знали тебя и знать не хотим вот такое дело как сказал один священник группе когда я закончила помню как-то рассказ об этом месте да говорит выбрали свинскую жизнь вместо спасения с господом христом нам большой всем урок нам большой всем укор от этого рассказа а вот гадаринскому бесноватому было великое спасение он умолял следовать везде за христом видимо боясь чтобы опять не попасть в эту страшную в страшное рабство к бесам но господь сказал ему иди проповедуй и он пошел в свой город гадару и грекам язычникам проповедовал и очень может быть от него то первого они и узнали о христе но вот мои дорогие я на этом прощаюсь с вами надеюсь на нашу скорую скорую встречу храни вас всех господь до свидания